В Приватбанке подтвердили свое намерение взыскать с нардепа-радикала Игоря Масичука 53 тысячи долларов. Напомню, в СМИ появилась информация о том, что парламентарий не погасил кредит. Подробнее об истории с депутатскими долгами в материале. История взаимоотношений Игоря Масичука и Приватбанка началась еще в прошлом десятилетии. Еще до того, как радикал стал нардепом. В 2008-м Масичук взял 20 тысяч долларов якобы на ремонт квартиры. Фин-учреждения не захотели публиковать всю кредитную историю народного избранника. Ограничились лишь сухими фактами. По данным банка, нардеп уже задолжал почти 7 тысяч долларов непосредственно тело кредита. 38 тысяч долларов банковской комиссии. Плюс с 2009-го, то есть с того времени, как Масичук перестал погашать займ, набежала пеня в размере 2 тысяч в американской валюте. Сам же Масичук на своей странице в соцсети уверяет, что задолженность Привату он погасил еще 6 лет назад. Тогда депутату якобы пришлось даже продать свою машину. Он уверяет, что ни о каких процентах не знал. Если посмотреть на две последние декларации радикала, то финансовых проблем в его жизни вроде бы не должно быть. Согласно отчету Масичука за 2015-й, он задекларировал 183 тысячи долларов и 145 тысяч евро налички. Не забыл и о коллекции холодного оружия, швейцарских наручных часах, дорогих картинах и иконах 17-го столетия. Ездит он далеко не на дешевых авто – Мерседес и Лексус. Не ухудшилось материальное положение Масичука и в прошлом году. При зарплате нардепа в 145 тысяч гривен за год он указал в декларации, что хранит под подушкой 140 тысяч евро, 177 тысяч долларов и 628 тысяч гривен. При этом лишних денег на погашение кредита у него не нашлось. За последние три года Игорь Масичук часто фигурировал в различных скандалах. Один из самых ярких произошел в сентябре 2015-го. Тогда парламентариям прямо в парламенте продемонстрировали видео, на котором Масичук требует взятки за различные услуги. После того, как Верховная Рада лишила его иммунитета и дала согласие на арест, спецназ задержал Масичука прямо на рабочем месте. ГПУ инкриминировало ему взяточничество в особо крупных размерах, вымогательство, а также хулиганство. На следующий день суд арестовал нардепа. Но уже через два месяца срок ареста истек, и Масичук вышел на свободу. За решеткой он успел побывать и раньше. В 96-м за махинации его арестовали в Полтаве. Тогда он получил год лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова